Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутя. Характеризуя санитарно-эпидемиологическую обстановку в нашей Республике сегодня, я бы хотела прежде всего сделать акцент на той массовой вакцинации, которая началась у нас в Республике. Практически во все районы Республики доставлена вакцина, и на настоящий момент, помимо медиков, учителей, мы приглашаем на вакцинирование всех жителей нашей Республики. Это прежде всего связано с необходимостью, безусловно, формирования коллективного иммунитета. Иммунитета, который позволит нам противостоять вирусу для того, чтобы прежде всего сохранять в том числе наши семьи и сохранять наше население. Оценивая текущую ситуацию за последние сутки, необходимо обратить внимание, что наметилось определенное снижение и выявлено за сутки, по данным Роспотребнадзора, 128 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице Республики зарегистрировано 45 случаев, в Мирненском районе – 34, в Нюрненгринском – 15, в Алданском районе – 14. Высокий действительно уровень вирусоносителей и заболевших у нас фиксируется в Мирненском, Нюрненгринском и Алданском районе. Это связано и с количеством проживающих, и достаточно с большим территориальным размахом распространения вируса, в том числе по территориям этих районов и по количеству людей, которые там проживают. Не обходится и без нарушения режимов, которые установлены указами главы Республики Саха и Кутя. Хочу обратить внимание, что на настоящий момент остаются непосредственно в качестве обязательных требований, определенных указом главы Республики. Это соблюдение самоизоляции для лиц 65 лет и старшей для лиц с хроническими заболеваниями, масочный режим и удаленный режим работы. Необходимо обратить внимание, что сегодня только в 8 улусах Республики зарегистрировано от 1 до 4 случаев. Это, наверное, за последние 3 месяца самый низкий показатель такого районного инфицирования. За сутки мы провели 1028 исследований методом ПЦР, продолжаем исследования непосредственно методом ИФА и ЕХА. Ну и всего у нас обработано в целом на территории Республики около 900 с лишним анализов, вернее, тестов на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание, что сегодня у нас привито на территории Республики 8 345 человек. Вакцинация продолжается, в том числе повторно уже привито 1456 человек, в основном это медики, работающие в красной зоне и те, кто прошел по первому этапу вакцинации. Вакцинация сегодня проводится как в городе Якутске по месту жительства, так и в 23 районах Республики. Но нужно обратить внимание, что среди аутсайдеров районов, которых меньше всего вакцинировалось, это районы Верхоянский и Кобяйский. Можно, конечно, понять жителей районов Верхоянского и Кобяйского, у них особенно в Кобяйской наименьшее количество инфицированных было за весь период самого заболевания. Но я призываю, в том числе и жителей Кобяйского, к необходимости дальше сохранять санитарное благополучие в вашем районе и пройти вакцинацию. Это касается всех сегодня, потому что коллективные иммунитеты, они очень важны, они складываются из иммунитета в каждой семье. Поэтому я предлагаю приходить на пункты вакцинации вместе со своими семьями, чтобы бабушки быстрее могли обнять своих внуков.